МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение. Завтра на нашем телеканале в 19.00 состоится прямой эфир с главой города Игорем Красавиным. В течение часа вы сможете задавать интересующие вас вопросы. А сейчас о новостях Электрогорска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 мая на предприятии Кроношпан прошла экскурсия для учащихся средней общеобразовательной школы номер 16. Экскурсия проводилась в рамках профориентационной работы. Ребят привели для ознакомления с производством предприятия. Школьники побывали в цехе производства щипы, стружечном отделении, отделении сепарации, в главном корпусе, где проходит добавка реагентов для связывания плиты ДСП, и посмотрели линию ламинирования. Это новая линия ламинирования. То, что мы видели, да, там старенькая такая, бежевого цвета, конечно же, другого цвета. Но это неважно. Здесь ламинирование происходит гораздо быстрее. Производительность у него большая. Форматы он бьет любые. Здесь как бы все очень быстро происходит. Также ребята зашли на склад готовой продукции и в шоурум, где наглядно смогли посмотреть итоговый продукт для продажи. Учащиеся 16-й школы внимательно слушали своего экскурсовода и задавали интересующие их вопросы. Ну и в дальнейшем детям будет интересно, в дальнейшем может быть понравится и, возможно, в будущем захотят работать здесь, на Канашпане. Не только здесь, может быть, и в другом месте. Воскресенье 24 мая в милитарепарке «Гарнизон-А» прошел военно-исторический фестиваль «Московская директива». Организаторы подготовили для зрителей реконструкцию гражданской войны 1919 года в России, конное шоу, интерактивные площадки и мастер-классы. Посмотреть на кровопролитный бой собрались жители из близлежащих городов Подмосковья. На фестивале гости могли сфотографироваться с оружием, узнать интересные факты из истории его создания и применения в годы гражданской войны. А на ярмарке, организованной на территории гарнизона «А», можно было приобрести сувениры, одежду, военные артефакты, игрушки и многое другое. Подробный репортаж с реконструкцией вы увидите в пятничном выпуске новостей. А сейчас о новостях спорта. Состоялось закрытие хоккейного сезона, а у футболистов прошли игры на первенство в Московской области и Павла-Пасадского района. О результатах в рубрике «Спорт». 23 мая на хоккейной коробке по улице Советской прошло торжественное закрытие сезона у ребят отделения хоккея. В сезоне 2014-2015 ребята 1997-1998 годов рождения сумели завоевать второе место в первенстве Московской области по хоккею с шайбой. Данный результат в очередной раз подтвердил квалификацию и незаурядный талант в работе с детьми тренера-преподавателя отделения хоккея Владимира Ивановича Чернецова. 23 мая команда «Вымпел» выезжала на календарную игру первенства Московской области по футболу среди взрослых команд группы «Б». Соперником наших ребят была команда из Губина «Тонер». Игра проходила с переменным успехом. Сначала наша команда уступала 2-0. Соперник играл быстро и четко, но перед самым перерывом наши ребята один мяч отыграли. Счет первого тайма 2-1 в пользу команды «Тонер». После перерыва нашим ребятам удалось прибавить и изменить ход матча. Игра закончилась со счетом 2-4 в пользу наших ребят. Особо отличился игрок и капитан команды «Вымпел» Денис Колмыков. Набрав 6 очков из 6, наша команда оказалась в лидирующей группе. 23 мая команда «Электрогорск. Боевое братство» выезжала на игру первенства Павлопосадского района в первой группе. На стадионе «Спартак» футболисты встретились с командой «Есон». Команда «Электрогорск. Боевое братство» одержала трудную победу. Успешно реализовав лишь малую часть своих голевых моментов, которые удалось создать команде в течение игры. Счет 0-2. 24 мая команда «Экалаб» выезжала на игру первенства Павлопосадского района в высшей группе с командой «Интер». Команда «Экалаб» со счетом 0-2 одержала победу. 24 мая команда «Дюсшвымпел» выезжала на игру первенства Павлопосадского района в высшей группе с командой «ПТП». «Дюсшвымпел» одержала победу со счетом 0-3. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи.